Привет! Сегодня я расскажу тебе о своем опыте использования миди-клавиатуры. Я гитарист, и когда много лет назад начал записывать свою музыку не на кассетный магнитофон, а специальную программу на компьютере, для меня не было проблемы записать гитарную партию. Но дело обстояло сложнее с записям барабанных партий, синтезаторов, оркестровок и других виртуальных инструментов, ну, например, фортепиано, на котором я не играю. Так вот, на тот момент для меня самым понятным способом было забить партию вручную, то есть мышкой. Из плюсов могу назвать то, что партия получается ровная, по сетке, по метроному, и в дальнейшем нет никаких проблем, чтобы записать уже на нее гитару и другие инструменты. Из минусов то, что партию нужно еще немножко очеловечить, то есть поработать с динамикой каждого удара, по-английски называется velocity. После этого партия звучит более человечно. Из минусов то, что можно провести очень много времени в забивании партии инструментов, которые просто обязаны быть сыграны живыми людьми, которые просто вручную очень сложно сделать. И в какой-то момент я узнал о существовании миди-клавиатур. Что же это такое? В отличие от электронного фортепиано или концертного синтезатора, миди-клавиатура не имеет своих звуков, но она может управлять всеми звуками в вашей системе. То есть, если у вас, например, компьютер на Windows, и вы установили туда кучу виртуальных инструментов, синтезаторов, то с помощью миди-клавиатуры вы можете ими управлять, можете живьем сыграть, и можете записать в реальном времени то, что вам нужно. Ну а теперь давайте попробуем кое-что записать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как видите, динамика у барабанов у всех разная и уже очень похожа на человеческую игру, насколько это возможно в моем исполнении. Для того, чтобы они звучали ровнее, их можно квантовать, то есть, больше привязать к сетке. Теперь барабаны звучат ровнее, но сохраняют свою динамику. Ну как настоящий. Теперь попробуем записать сюда бас-гитару. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Из плюсов использования миди-клавиатуры я могу назвать парочку. Например, партию можно записать гораздо быстрее, и она звучит уже более человечно, чем при забивании ее мышкой. Я практикуюсь на миди-клавиатуре примерно 3 месяца, а данную клавишную партию, которую мы сейчас будем записывать, я придумывал примерно 2 дня. Посмотрим, что получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк и подписаться. Если ты хочешь узнать подробнее о записи с миди-клавиатурой, то пиши свое пожелание в комментариях. Пока!